Глубоко уважаемый Андрей Владимирович, глубоко уважаемая Тамара Сергеевна, добрый день, уважаемые коллеги. Я представляю центр имени Кулакова, я акушер-гинеколог, и команда, представленная вот на этом экране, она является командой, участвующей в этом исследовании. Прежде всего, мне хотелось бы сегодня представить данные относительно нашего использования, опыта нашего использования препарата Декстраномер гиалуроновой кислоты в лечении стрессового недержания мочи у женщин, а также поделиться перспективой нашего опыта, и на сегодняшний день мы уже имеем первые результаты, о них я сегодня доложу. Итак, отдаленные результаты, перспективы, объем образующего средства. Мы сегодня будем говорить прежде всего о нашем опыте, в большей степени мы имеем опыт по использованию объема образующего средства Декстраномер гиалуроновой кислоты. Для этой аудитории абсолютно понятным является патофизиологический механизм стрессового недержания мочи. И прежде всего мы в большей степени говорим об уникальном многофакторном механизме, замыкательном механизме уретры и шейки мочевого пузыря. Но, конечно, мы обязательно и должны оценивать и всю структуру тазового дна. Это связочный, уникальный мышечный каркас, который также принимает активное участие в удержании мочи у женщин. И, конечно же, вторым патофизиологическим механизмом является гипермобильность уретры и шейки мочевого пузыря. Но часто в клинической практике мы видим сочетание этих факторов и недостаточность замыкательного аппарата сфинтера уретры, и гипермобильность уретры, и таким образом имеем дело с сочетанными нарушениями. Механизм действия всех объемообразующих средств он тоже достаточно, с одной стороны, известен, но многое еще неизвестно, потому что помимо механического фактора компрессии уретры обсуждаются другие факторы, которые участвуют в этом механизме. Итак, прежде всего, механическая компрессия уретры. Естественно, мы уменьшаем просвет уретры, который не способен удержать мочу. Это синтез собственного коллагена, на что и направлены как существующие препараты, которые дают толчок синтезу нового коллагена. Также и увеличение силы сокращения эластичности сфинтера уретры за счет увеличения длины саркомера. Таким образом, показаниями, а мы знаем, что вообще на сегодняшний день в лечении недержания мочи существует более 200 методов, абсолютно различных как консервативно, так и оперативного лечения. Но надо сказать, что объемообразующие средства занимают определенную нишу, потому что они показаны определенной категорией женщин. Мы, прежде всего, говорим, конечно, сегодня о женщинах. Конечно же, это прежде всего стрессовое и смешанное недержание мочи с преобладанием стрессового компонента. Как правило, мы предлагаем данную методику женщинам, которые не реализовали свою репродуктивную функцию, которые планируют в дальнейшем еще беременеть и рожать. Но противопоказаниями общими для всех объемообразующих средств тоже известны. Это острые инфекции, это длина уретры менее 2,5 см, это сахарный диабет в стадии декомпенсации, это неврологические сопутствующие заболевания, дивертикул уретры, непереносимые средства и инфравизикальная обструкция. Нами было отобрано на первом этапе 285 женщин, но из этого большого многообразия женщин мы выбрали только 73 женщины, разделили на 3 группы. Первая группа получала уродекс, вторая группа мы использовали, это смешанный тип был недержание мочи, и на первом этапе мы назначали М-холиноблокаторы, в большей степени визикар, но в настоящее время мы переходим на уже другой препарат, Миробигрон, сегодня будут о нем говорить доклады. И третья группа – это женщины, которые просто тренировали мышцы тазово-дна без всяких инвазивных вмешательств. Нами было проведено множество исследований, по которым мы оценивали эффективность наших методов. Прежде всего, это, конечно, кошлевая проба приема Бальсальва, дневник мочеиспускания, это, конечно, прокладочный тест, УЗИ с трехмерной реконструкцией изображения, для того, чтобы четко визуализировать нахождение объема образующего средства, это комбинированное уродинамическое исследование. И, конечно же, говоря о недержании мочи, мы обязательно исследовали качество жизни женщин по многообразным анкетам, в том числе валидным, и в том числе оценивая сексуальную функцию женщин. Очень интересно для нас было исследование акушерско-гинекологического анамнеза. Вы видите, женщины в основном были 49 лет, продолжительность заболевания была более 7 лет в среднем. Индекс массы тела у большинства женщин, к большому сожалению, превышал 25 кг на метр квадратный. В основном женщины наши рожали через естественные родовые пути. Опущение органов малого таза по классификации ПОП-Кью было первая-вторая степень. И разрывы мягких родовых путей, эпизиоперенеотомия в родах. Это вся характеристика, как раз она и говорит нам о том, что все эти данные могли приводить к стрессовому недержанию мочи у женщин. Методика наверняка вам знакома. Она простая, малоинвазивная. Ее можно проводить в клинике одного дня. Практически безболезненно, хотя, конечно, в большей степени мы используем местную анестезию. Но иногда, если женщина не переносит, предлагаем внутривенный наркоз. Конечно же, предпочтительно местная анестезия для того, чтобы продемонстрировать кошлевую пробу в начале процедуры, в конце процедуры сделать контроль. И вводится на четырех точках по одному кубику декстрономер гиалуроновой кислоты по циферблату. Нами была проведена большая работа по оценке эффективности этого метода. Так, здесь представлена динамика показателей функциональных проб при стрессом и смешанном недержании мочи в зависимости от сроков 1 месяц, через 3 месяца, через 12 месяцев. Прокладочный тест абсолютно наглядно демонстрирует нам эффективность метода, когда мы видим, что вес прокладки и потери мочи в связи с этим уменьшался после введения уродекса. Очень важным этапом оценки эффективности метода проводилось комбинированное уродинамическое исследование. И мы видим, что в основном на фоне того, что функционально длина уретра не менялась, но, говоря о замыкательном аппарате уретры, мы видим, что эти данные менялись у нас в лучшую сторону. Психологическая составляющая оценка качества жизни в целом оценивалась и по анкете Кинга. Мы видим, что здесь абсолютно имеется динамика положительного улучшения психостатуса и социальной активности наших женщин. Трехмерная реконструкция уретры позволяла посмотреть, как находилось это вещество в течение времени, в течение года мы видим гиперэхогенные включения вокруг уретры, демонстрируют его нахождение вплоть до года. Хотя, конечно, мы понимаем, что этот препарат имеет ограниченный срок своей эффективности и исчисляется где-то 12 месяцами. В принципе, конечно, большая палитра объемообразующих средств в нашем арсенале имеется, но в чем перспектива использования этих методик? Мы сейчас переживаем абсолютный бум, я имею в виду в мировом глобальном масштабе, потому что биомедицинские технологии развиваются просто очень большими темпами. И в этой связи, имея то, что, конечно же, препараты все объемообразующие средства по сроку ограничены, по эффективности в среднем год, сейчас ведется поиск каких-то тканезамещающих технологий, которые помогут нам бороться с этим заболеванием. Мы знаем, что зарубежные исследователи уже успешны в проведении и в предложении тканей инженерных конструкций. Так и имеется уже артифициальное уретро-мочевой пузырь. Есть попытки даже синтезировать яичники, которые в течение некоторого времени синтезируют гормоны. То есть не только мы замещаем орган чисто механически, но и создаем функциональные предпосылки для того, чтобы эти органы активно функционировали. В этой связи в нашем институте, в силу того, что существуют колоссальные лаборатории митохондриальной медицины, молекулярной биологии и регенеративной медицины, вот этот наш труд позволяет демонстрировать уже первоначальный эффект. Но это литературные данные, которые говорят о том, что очень активно использовались для таких целей и миофибробласты, и жировая ткань использовалась активно зарубежными исследователями. Нами совместно с сотрудниками регенеративной медицины была создана экспериментальная модель стрессового недержания мочи у крыс. Всем им проводилась электрокаутеризация срамных нервов. Таким образом, в эксперименте мы имеем сейчас модель стрессового недержания мочи. И вот в эксперименте продемонстрировали эффективность клеток, мультипатентных стромальных клеток пупочного канатика человека. И в настоящее время абсолютно имеются все условия, уже начата работа по клиническому применению мультипатентных стромальных клеток. В чем преимущество этих клеток? В настоящее время они очевидны. Прежде всего, это более высокая пролиферактивная активность этих клеток, достаточное количество исходного материала, потому что масса пупочного канатика составляет около 40 грамм. Высокая теломеразная активность из одного образца получается свыше миллиарда клеток. И высокая стабильность кариотипа мультипатентных стромальных клеток пупочного канатика. Это было подтверждено многочисленными данными зарубежных исследователей, и в том числе наши данные, которые продемонстрированы в нашем институте. Надо сказать, что всех сейчас интересует, какова же активность этих клеток после трансплантации. И было продемонстрировано, что эти клетки имеют хондрогенную активность, остеогенную активность и адипоцитогенную активность. Ткани инженерной конструкции для лечения стрессового недержания мочи прежде всего для нас интересны в виде инъекционного использования, так как уродекс мы используем в виде инъекций. И в настоящее время уродекс возможно обогащать клеточными технологиями, что мы и делаем, и потом вводим в периуратуральную зону. Но всех клиницистов интересует вопрос, какова адгезивная способность этих клеток и какова цитотоксическая эффективность этих клеток. И вот было продемонстрировано, что цитотоксичностью эти клетки не обладают на основе уродекса. А вот адгезивная активность, она очень, кстати, нас удивила, потому что она продемонстрировала высокую адгезивную активность. Надо сказать, что именно частицы гранулы декстраномера, это положительно заряженный полисахарид, они обладали как раз высокоадгезивной способностью. А вот гиалуроновая кислота, она через некоторое время способна к резорбции. Поэтому и препарат уродекс в течение времени распадается на СО2 и H2O. В настоящее время клиническая группа наша составляет 20 женщин. Первая группа женщин – это, которые женщины получают декстраномер гиалуроновую кислоту. А вторая группа – парауретральное введение тканей инженерной конструкции на основе уродекса, содержащей аллогенные клетки пупочного канатика и на фоне уродекса. Сроки наблюдения нами, конечно, будут динамичны 1-3-6 месяцев после инъекции. И мы использовали рандомизацию блочную, то есть это таблично-случайных чисел. Методы исследования представлены на экране, я не буду перечислять, они абсолютно доказательны. Это и УЗИ мочевого пузыря, и доплерометрия периоретральной области, и иммуногистохимическое морфологическое исследование, что важно посмотреть, как в динамике эти клетки будут себя вести. Но в нашем институте все эти лаборатории имеются. И я думаю, что через некоторое время при следующей встрече мы сможем продемонстрировать уже наш опыт по использованию тканей инженерных конструкций на основе декстраномера и гиалуроновой кислоты. Спасибо огромное за внимание.